Адыгская культура Культурный форум, в очередной раз объединивший черкесов всего мира, юбилейный 10-й фестиваль был приурочен 100-летию государственности Республики Адгея и Году культурного наследия народа в России. Мероприятие объединило сольных исполнителей и творческие коллективы из разных регионов России и зарубежных стран, в которых проживает многочисленная адыгская диаспора. Фестиваль адыгской культуры проводится уже 20 лет. Он проводится раз в два года. Проблема в том, что прошлый фестиваль как раз попал в сложное пандемийное время и мы его проводили в онлайн формате. В этом году опять время не очень легкое, но и тем не менее совпало с столетиями образования государственности Республики Адгея. И к этому моменту мы решили, что этот фестиваль должен отличаться от предыдущих. И, например, мы отменили конкурс. Теперь это будет фестиваль без номинации. Так как отобраны лучшие образцы музыкальной культуры субъектов, которые к нам их направили, то это будет такой праздник адыгской культуры. Фестиваль прошел в очно-заочном формате. Участники из ближнего и дальнего зарубежья и Ордании, и Турции, и Израиля заявили о себе в режиме онлайн. Все желающие присылали видеоматериалы, которые были размещены в социальных сетях. В рамках акции 100 адыгских авторов на адыгском языке прозвучали стихи в исполнении участников разных возрастов. В очном формате прошли выступления творческих коллективов из Карачаева, Черкесии, Кабардино-Балкарии, Краснодарского края, Адыгеи и Абхазии. Свои концертные номера представили народный ансамбль песни «Черкесия» и сольный исполнитель Белла Тхагабсова, которые очаровали майкопского зрителя манера исполнения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Яркий калейдоскоп выступлений танцевальных и вокальных коллективов украшало традиционное музыкальное сопровождение. Отличаясь богатым звукорядом и оригинальной техникой игры, национальная гармоника и струнный смычковый инструмент «Шичепщин», дополняя друг друга своим звучанием, неуловимо передавали аутентичную атмосферу фестиваля. Вокально-инструментальный девичий ансамбль «Гунда» из солнечной Абхазии тому подтверждение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Многоликость природного мира и мудрость народного бытия. Эти ныне забытые коды и символы культуры покрывали детали одежды и предметы вооружения, конскую сбрую и домашние циновки, посуду и орудия. Нурбий Тешев один из тех, кто увлекается историей своего народа и собирает по крупицам предметы старины. Это дерево тысячелетнее, дуб. Это в Белорусском районе, в Карьере, когда выкопали и достали с 16 метров глубины. Парень привез, возле себя вывалил, хотел порезать, но для того он крепкий, пила садится, не мог обработать. Он его забросил, я случайно проезжал и заметил. Просто до этого я в Большой Сидорове видел вот такие куски. Сразу остановился, я не нашел хозяина, кусок взял, привез домой, посмотрел, все. Мне пришлось потом найти его и выкупить и привезти. Но очень тяжело с ним работать. Дело в том, что ножи сажают, когда ты точишь, и приходится подтачивать, подтачивать, подтачивать терпение. Большое нужно. Две блюда в одном у нас обозначается. Это было в поход с собой брали. Две блюда в одном можно было. Можно было подавать одному человеку, можно было два-три человека, чтобы садился. Разные шипсы или опояжь, или мамалу выложили, употребляли пищу вот так. И его легко было помыть и с собой взять. Не поломается, и очень удобная вещь была. Инструмент такой интересный. Как я знаю, отец восстанавливал, отец кровь спускал. И себе, и людям помогал, когда давление большое. И спускал кровь. Его обрабатывал, он как огонь. Ложил и обрабатывал, чтобы инфекцию ничего не занести, человека не повредить. Поэтому очень удобно. И при том, что отец сделал, в музее сейчас находится, в республиканском. А это я по памяти восстановил, чтобы не потерять, чтобы люди знали, что у нас адыги тоже помогали друг другу лечение такое сделать. Делегация из Карачаева-Черкесии также представила работы мастеров декоративно-прикладного искусства из Хабецкого района. Мы приехали не только исполнить песни, выступить на фестивале, но также мы привезли свои работы, работы наших замечательных черкесских мастеров с нашего района. Это Мухаммед Мирюмкулов, который великолепно делает седла, великолепно просто. Также Фатима и Малина Мисрокова, они исполняют шикарные просто пояса в национальном стиле. Из японского бисера, креста в Сваровске. Аминат Черкесова, вышивка, золотое шитье наше черкесское. Картины с Атане Концоковой тоже в национальном стиле. Живой интерес у зрителей выставочного павильона вызвал один экспонат. Судя по словам экспертов, он является высшим пилотажем шорного мастерства. И автор его наш земляк Мирюмкулов Мухаммед, знаменитое черкесское седло. Особенности седла позволяли всаднику легко переносить длительные переходы и свободно маневрировать на поле боя. Качество, красота и удобство адыгской конной амуниции определяли высокий спрос на нее. Парадное черкесское седло было настоящим произведением искусства. Его украшали ювелирными накладками, тиснением по коже, галунами и золотым шитьем. Просто я узнал прадедовскую. Точно похожую. У нас дома она лежит, хранится. Вот из-за этого я так высматриваю каждую деталь. Где у меня не хватает и где тут. А вы вообще, в общем, как оцениваете данную работу? Данную работу может оценить только сама лошадь. И все. И всадник. Но перед тем, как лошадь оценит эту работу, всадник должен нормально, подходяще подобрать под эту лошадь седло. Остальное – дело техники. Культурные образы черкесов всего мира отобразились в программе международного фестиваля. Более 500 человек представили свои работы и творческие номера. Все участники были награждены дипломами и памятными подарками. Такого уровня мероприятия, как правило, позволяет не только показать то, что мы можем, но и посмотреть, как другие. А сегодня такой масштабный был фестиваль, который позволил нам увидеть представителей Кабардырии и Слазаревского района, и Карачаево-Черкесской республики. Мы очень рады, что вообще сюда попали. И благодарны организаторам, что организовали вот такое мероприятие. Завершилось мероприятие традиционным адыгаджагу. Международный фестиваль адыгской культуры попрощался с нами на два года. Но обещал обязательно вернуться. Фатима Даурова, Амир Клехусеш, специальный репортаж из Майкопа.